шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и мы обсудим сегодня недельную главу тору хаазину одну из самых коротких в торе в ней находится всего 52 строчки большую часть раздела составляет песнь в ярких метафорических образах в которой отражено гармоничное единство творения прошлое настоящее и будущее сплетаются в единый поток историй перед маши открывается вся реальность в которой нет противоречий где события разных эпох дополняют и раскрывают друг друга начале нашей главы мошера бейну призывает небо и землю вечные свидетели тех несчастье которые не дай бог должны постигнуть наш народ если они изменят богу и торе мы знаем из различных источников дорогие друзья что маша был близок небесам и далек от земли именно поэтому написано внимайте небеса я говорить буду и услышит земля речь уст моих внемите небеса где слышится интонация с которой обращается к чему-то которое находится очень-очень рядом тогда как слова услышь земля речь уст моих подчеркивает некую отдаленность мы знаем также что ешиягу это величайший пророк периода первого храма духовного глава духовного народа был далек от неба и близок земле как написано слушайте небеса и внимая земля слова дорогие друзья эти зеркально противоположны словам мошер так написано и шаягу 1 2 однако эта противоположность поистину удивительно ведь тора означает учение и каждое ее слово это наставление для нас когда мошер говорит внимайте небеса я говорить буду и услышит земля речь уст моих здесь мы слышим намек содержащийся в этом высказывание всякий знак должен стремиться к небесам и к тому чтобы освободиться так сказать от земного материального притяжения но если даже ешиягу великий пророк не смог достичь уровня небес то как же тора требует этого от каждого из нас дорогие друзья в словах и шаягу отражен не более низкий уровень по сравнению с тем который подразумевал мошер а наоборот более высокий именно в этом смысле он продолжает оттуда откуда мошер закончил свою речь взойдя на высоты где пребывал мошер обейну вблизи небес и шаягу смог добиться еще большего быть и рядом с землей а поскольку его слова также часть торы они не спосланы всем нам дорогие друзья это то что я нам всем в 10 дней раскаяния между рожа шана и ем кипуром желаю подняться на очень высокий духовный уровень но при этом не оторваться от материальности от земли а наоборот использовать ее во благо нашему духовному развитию шаббат шалом марха тима това шана това умитока будьте здоровы ваш раввин каплан